Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, приветствую всех. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшая стране» Александра Хайрулина. Я вас искренне приветствую. Конечно, в первую очередь спешу поздравить вас тех, кто отмечает этот праздник с Днём Влюблённых. И сразу хочу сказать, что в этом выпуске программы «Лучшая стране» речь пойдёт, да можно сказать, о любви, но, наверное, прежде всего, о любви к работе, а тем более, если ваша работа связана так или иначе с рекламой. У меня сегодня в гостях человек, который, безусловно, является лучшим в своей сфере, в своей области. Друзья, директор компании «Эдконсалт» Роман Пивоваров. Ром, привет. Привет, спасибо, это очень лестно. Спасибо тебе огромное, потому что график-то очень насыщенный, и я точно знаю, что ты сегодня вернулся из Тюмени, именно сегодня, и что называется, прям практически с аэропорта к нам в студию. На бал. Да, на бал. Дальше впереди вебинары, командировки и так далее и тому подобное. Ну, вкратце расскажу, для тех, кто, может быть, не совсем догнал «Эдконсалт», что за компания, которая помогает рекламным агентствам, медиа-компаниям и СМИ зарабатывать больше денег на рекламном рынке. Вот такая вот интересная, любопытная история. Сколько лет уже вы этим занимаетесь, помогаете? Ну, вот будет 13, да. Сейчас 12. Мы начали в 2005 году, когда мой партнер, Саша Белгороков, он такой большой рекламщик в Москве и много работал с региональными телестанциями. Он мне сказал, ты знаешь, как-то это, я вот вижу, что можно помочь ребятам продавать их рекламные услуги лучше. Что, если нам с тобой сделать какой-нибудь тренинг или семинар для вот ребят, которые занимаются телевидением, радио. Ну, и мы сделали первый раз для фана как-то, нам просто было прикольно это сделать, и с тех пор как-то пошло. Ну, потому что появился отклик и спрос, что называется, на эту историю. Мы когда договаривались об эфире, скажу честно, приглашала Романа, мы говорим, ну, слушай, Саша, у нас такая немножко узкая история, это достаточно, да? Нет, можно сказать, чтобы была интересна любому и каждому. Однако, несмотря на эту узость тематики, посмотреть на ваше расписание семинаров, тренингов, вебинаров на сайте atconsal.ru, в общем, можно сказать, что спрос действительно колоссальный. И я так понимаю, что дальше больше, то есть количество увеличивается, спрос увеличивается на подобные тренинги. А это с чем связано? Мне кажется, вы уже объехали не по разу все СМИ и все агентства рекламные. Мы свою целевую аудиторию, да, как говорят рекламщики, определяем словами, что наши клиенты — это все те, кто считают, что они производят и продают рекламные услуги на русском языке. Да, то есть, конечно, на 90% — это российские рекламные агентства, медиакомпании, СМИ. Немножко Украина, немножко Белоруссия, немножко Казахстан, немножко Тель-Авив, немножко Черногория, немножко Барселона. Ну, чуть-чуть уже ползинар, практически. Там тоже есть русскоязычные СМИ, там, да, есть в Таиланде русскоязычные станции, в Черногории русскоязычные станции. Но это, конечно, совсем маленькие крохи доли рынка. Вот, и вот среди этих 15 тысяч компаний, ну, да, вот как-то им же всем надо меняться. Это, ведь медиамир меняется очень быстро, и мы стараемся говорить, что вот мы не то, чтобы там тренинги какие-то ведем или обучаем, мы просто помогаем компаниям успевать за переменами. Потому что скорость изменения любого мира, в том числе и медиамира, да, она меняется просто с какой-то, не знаю, катастрофической. Скорость меняется со скоростью, да. Вот, но им всем надо как-то меняться, двигаться, и вот здесь есть мы. В общем, да, я так понимаю, что это действительно такая благодарная почва, и все время и новые будут только-только появляться. И уже очевидно, что ты-то прекрасно знаешь, куда движется этот рынок, и что будет там даже в недалеком будущем, какие изменения, как нужно меняться тем же самым и рекламным агентством. Ну, если можно, там, парочку таких важных моментов вообще, что на сегодняшний день происходит у нас с рекламными агентствами и с рекламой. Продают люди, умеют это делать? Если говорить про будущее, да, и если говорить про то, куда мы идем, мне кажется, надо посмотреть в корень, посмотреть на то, зачем вообще эта реклама нужна, да, потому что ведь, возможно, можно жить и без нее, да, возможно, можно как-то решать свои проблемы покупок и продаж без того, чтобы на каждом углу каждый стоял и, там, в каждый рупор говорил, приходи к нам, скидка 50%, мы открылись, там, металлические двери, 22,43, там, ну, какие-то такие, вот, на самом деле, ведь реклама выполняет, по сути, функцию информирования, так, мы все не любим это слово, но на деле это так, она связывает покупателя и производителя, покупателя и продавца. И тот диджитал мир, прекрасный диджитал мир, в котором мы оказались, с огромным количеством разных приложений, разных каких-то систем бронирования, разных агрегаторов, он постепенно связывает продавца и покупателя напрямую. Да, и позволяет продавцу и покупателю общаться напрямую, и удаляется вот этот посредник. Вот, поэтому мне кажется, что... А дальше существуют еще и блокчейны, и криптовалюты, которые позволяют еще существить расчет вообще без посредников. Взаимная, да, взаимная прозрачность, взаимная такая сетевизна, что ли, да, она будет приходить, поэтому, конечно, маркетинг, он останется как вот эта работа по выстраиванию отношений между продавцом и покупателем, между производителем и клиентом. Вот. А такая тотальная реклама, как некий шум, да, как некая пена того вот эффекта, который происходит, она, конечно, будет постепенно, мне кажется, выветриваться. Да, она будет становиться все более и более точной, все более и более персональной. Точно так же, как там в диджитале наши ленты настраиваются под нас, наши рекламные какие-то баннеры настраиваются под наши интересы, как мы знаем. Постепенно те же самые технологии будут приходить и в офлайн, да, и вот, и в аудио рекламу, в аудиомир, в котором мы живем, в телемир, в котором мы живем. Вот. Конечно, для каких-то рекламных агентств и медиакомпании это такая грустная новость, вот, потому что придется что-то делать, да, да, придется что-то делать. Да, так хорошо было раньше. Вот. Но, наверное, для потребителя, в конечном счете, для просто прекрасного, обычного человека, это хорошая новость. Потому что он будет слышать меньше шума и будет слышать больше таких целевых обращений к самому себе и его отношения с компаниями, у которых он покупает, кофе я беру здесь, там, да, компьютеры тут, пользуюсь таким-то такси и так далее, и так далее. Они будут становиться все более и более прозрачными, эти отношения. Что касается вашего опыта и таких уже хороших традиций, сотрудничества с зарубежными рекламными агентствами, семинары, я так понимаю, что вы вывозите периодически, да, желающих пройти обучение там за рубежом, поделиться опытом. Если сравнивать рекламные агентства зарубежные и наши российские, велика ли разница в подходе в работе? На разных рынках по-разному. На разных рынках по-разному. Я думаю, что на тех рынках, где население достаточно богато, скажем так, рекламная коммуникация, она не фокусируется на ценовых предложениях. Ну, здесь вот это все, скидки, там, приходи, получи два, третий бесплатно, там, 50%. Это все как-то не очень трогает. Ну, потому что если население более или менее чувствует себя в достоинстве, с точки зрения, да, своей платежеспособности, оно начинает смотреть на другие вещи. И даже не на качество, даже они начинают смотреть на какие-то ценностные вещи. Да, там, используется ли детский труд при выращивании этих зерен кофе или нет? Да, экологично ли производство этой компании или нет? Созвучны ли ценности этого бренда ценностям нашего маленького городка? Или эта сеть, там, ресторанов быстрого питания будет наш старый красивый город обклеивать своими безумными плакатами? Или наоборот, оно адаптирует свой очень известный логотип, да, под, там, не знаю, старинные фрески нашего города, чтобы не разрушить вот этот образ. Вот, и начинается вот такой ценностный маркетинг. Это то, чего у нас пока мало, но то, к чему мы обязательно придем. Этого много в Гонконге, этого много в Голландии, этого много там вот в северо-западной Европе, когда в своих рекламных коммуникациях и компании, и бренды, и, соответственно, рекламные агентства так работают, да, они апеллируют каким-то человеческим чувствам, больше эмоциям, чувству справедливости, да, к каким-то вот ценностным вещам, а не сиюминутным рациональным выгодам купи, потому что это дешевле в три раза, и понеслось. Ну, ты думаешь, мы тоже придем к этому все-таки? Любое общество к этому постепенно приходит, да, с развитием, да. Я думаю, что главный вывод, который мы там всегда неизбежно делаем после всех этих путешествий, и когда мы приезжаем из Британии или из Америки, или даже из Турции, да, из Стамбула, ты понимаешь, что российскому рекламному рынку 20 лет, да, там, американскому 150, или даже турецкому 50-60, там, да, он, конечно, там не так развит, как там в британских традициях, но все равно там первые серьезные рекламные агентства в Стамбуле начали появляться в 20-30-х годах, да, и это уже какая-то есть культура, уже просто... Это зрелый рынок. Поэтому просто надо подождать, и надо работать, не просто ждать, сложа руки, да, вот, а так терпеливо работать, наверное, вот это более точное слово. Ближайшая поездка у вас куда запланирована? Сейчас мы едем в Нью-Йорк, потом в Токио, потом в Стокгольм и Тель-Авив, вот это на 4 года. Это все разные группы отправляются с нами, разумеется, да? Да, конечно, конечно, да, это совершенно разные владельцы, управленцы российских рекламных бизнесов, да, которые ездят вместе с нами по разным медиакомпаниям. Ну, там формат очень простой. Мы приезжаем на неделю, вот, и за эту неделю встречаемся где-то с 12-ю, с 15-ю различными медиакомпаниями и бизнесами там. Ну, то есть приличное количество, да. Да, да, ну, то есть 2-3 встречи в день. Причем мы назначаем эти встречи обычными холодными звонками, да, то есть вот прямо сейчас вот мы стыкуем трип в Нью-Йорк, и я сижу, звоню, я это делаю сам, вот, и говорю, здравствуйте, вот, там, значит, мы группа сумасшедших русских владельцев рекламных агентств и медиакомпаний, мы ездим время от времени по мере, чтобы набираться опыта, обмениваться идеями. Ну, хотим, увидели ваше интересное агентство, были у вас на сайте, возможно, у вас есть час, чтобы с нами поболтать. И там дальше складывается очень интересная история, что кто-то говорит да, кто-то говорит нет, да, то есть там есть своя конверсия. Значит, все-таки нет, говорят. Конечно, конечно, да, ну, люди могут быть заняты, в конце концов, да, люди просто могут немножко, что какие-то русские... Или наши секреты, с какой стази сейчас, это же наш эксклюзив вообще. Да, да, могут быть какие-то такие вещи, но мы пару раз уговаривали, и когда мы вот, то есть изначально нам говорили нет-нет-нет, ну, мы как бы дожимали, уговаривали, и встречи были плохие, да. А когда ребята соглашаются сразу, встречи происходят очень хорошие. Да, потому что они сразу открытые. И мы пришли к выручке, не надо уговаривать. Конечно. Если ребята говорят нет, не надо настаивать, это их право, все замечательно, потому что самые интересные встречи, самое интересное общение происходит с теми, кому мы звоним и говорим, вот мы хотим к вам приехать, они говорят, ёбрс, это как это интересно, здорово, слушайте, где же вы раньше были там, давайте, как здорово. Ром, ну при этом вы что-то им даёте тоже, этим агентствам зарубежным, я не знаю, может, или исключительно только как вы подпитываете информацию, которую они предоставляют? Знаете, как мне сказали ребята в BBDU в Шанхае, где мы были, это BBDUшный филиал, BBDU мировое такое рекламное агентство, они мне сказали, вы знаете, вопросы, которые вы нам задавали, эти там два часа, мы сами бы себя бы никогда не задали. Для нас было невероятно ценно вот это рефлексия. Ну и потом, с другой стороны, я точно понимаю, что если к моим клиентам, то есть к рекламным агентствам здесь в России, если бы им поступил телефонный звонок со своими, вот вы знаете, мы тут там едем в Нижний Тагил, да, и хотим посмотреть на ваше рекламное агентство, да или в Москве, или в Екатеринбурге, ну что, они отказались бы? Да нет, конечно, они сказали, ой, это странно, ну давайте приезжайте, конечно. Жома помогай, к нам въедет делегация. Люди открыты, люди вообще, если спрашивать и просить, да, и проявлять инициативу, то ты удивишься, насколько вообще люди открыты. Хорошие слова, Рома, мы продолжим обязательно, друзья, сейчас приверемся ненадолго, музыкальная пауза, и оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. А у нас в гостях сегодня со-директор компании «Эд-Консалт» Роман Пивоваров. Мы говорим про международные семинары, про заграничные поездки, обучение, обмен опытом с рекламными агентствами других стран. Рома, мы вот вне эфира с тобой стали уже говорить о том, что, оказывается, есть еще одна очень важная миссия в этих поездках, это создание положительного образа и облика, скажем так, нашей страны и странного содружества и ближнего зарубежья. А ведь интернациональные у тебя компании подбираются порой, вот эти выездные. Да, это такой, наверное, побочный эффект, как мы его называем. Да, конечно. Не главная задача, разумеется. Да, но действительно тоже важная, и для нас внутренне важная, потому что, как мы говорим, мы работаем для тех рекламных агентств, которые говорят на русском языке, а это все-таки все постсоветское пространство, так или иначе, и очень часто в наших группах есть там замечательные ребята, наши друзья из Азербайджана, из Казахстана, из Украины, из Белоруссии, да, и из Болдовы. И мы когда приезжаем, и у нас там какая-то встреча, там, я представляю группу, я говорю, это вот там из Новосибирска, это там из Владивостока, это там из Харькова, это из Киева, это из Баку, это из Минска. И, конечно, они так немножко удивляются, что они говорят, а как вот там то, все мы говорим, ну вот, все отлично, все замечательно. Ну да, и вроде без оружия в руках, и видно, что русские хорошие отношения. Вменяемые люди всегда умеют говорить о важном, да, конечно. Ром, если говорить вообще о продавце рекламы, каждый человек может продавать, скажем так, каждого для человека можно обучить, если даже он прочтет все книги в мире, посмотрит все вебинары, посидит все семинары, или все-таки человек должен обладать какими-то, не знаю, чертами характера, возможно, талантами особыми обладать? Знаете, я вообще закончил в психологии Московского университета. И там, да, про психолога есть много шуток, и вот из серии тех стандартных анекдотов про количество людей, которые требуются вкрутить лампочку, сколько психологов нужно, чтобы вкрутить лампочку, ответ очень простой, что в принципе один, но только если лампочка к этому готова. Вот примерно та же самая картина и с обучением продавцов рекламы. В принципе, обучить, развить, передать какие-то навыки, показать, как надо работать, вдохновить на подвиги, наверное, можно любого человека, если он этого хочет. Если он этому активно сопротивляется, ну, наверное, это сделать все-таки трудновато, да и не надо, да? Но если у него действительно есть такое внутреннее желание, даже если он внутренне скромный, или ему кажется, что все это как-то не здорово, но он хочет в себе что-то поменять, переломить и трансформировать, конечно, это можно сделать. Но здесь тогда нужно еще не только знать вот эти фишки, но над собой больше работать, наверное, да? В первую очередь, конечно. Может быть, где-то страх общения и так далее. Вот такие вещи, чтобы устранить. Мы вчера в Тюмени как раз с ребятами разговаривали на эту тему, и они предложили такую хоккейную метафору, да, ну, или, вернее, спортивную в целом метафору, что есть физика, а есть техника, да, вот у игроков. Ты можешь хорошо владеть клюшкой, но если ты просто выдыхаешься и ты там медленно бегаешь, то этого будет недостаточно. И я думаю, мы потом как-то достроили эту концепцию, что, конечно, из разных вещей это все складывается. Это складывается в том числе из практики своей, там, не знаю, интеллектуальной работы, арифметика, да, там, головоломки какие-то, быстрые мозги. Это все равно нужно. Тренировать мозг, тренировать восприятие, тренировать, вот такие базовые-базовые вещи. Потом, конечно, да, есть какие-то там фишки, приемы, инструменты, техники, есть там желание, да, это из многих вещей складывается. Здесь нет простого рецепта под названием, там, сходи на тренинг, и все, и понеслось, да, или там прочти книжку, и все. И при этом я правильно понимаю, что вовсе не обязательно иметь какое-то специальное образование, неважно, там, экономическое, или там, там, продавца абсолютно. Главное, вот, желание, прежде всего, и умение учиться. Да, и владельцы рекламного бизнеса шутят, что лучшие продавцы рекламы, это, там, девушки с двумя детьми, разведенные без родителей, или родители в другом городе, с техническим образованием, потому что им нужно, да, то есть они, как бы, ориентируются на фокус такой, уверенные в себе женщины без поддержки, без внешней поддержки, которая, там, заставляет активность. И почему-то, действительно, в основном, этот девчачий бизнес преимущественно работают девушки в роли продавца рекламы. Мне кто-то пытался объяснить, что это потому, что женщина мягче реагирует на отказ. Вот какая-то такая концепция, я слышал. И когда женщине говоришь, нет, она говорит, ну, как бы это... Я позвоню вам завтра. Я позвоню вам завтра, да. А мужики обижаются. Я очень настоящее. Мужики обижаются, и они, как бы, нет, воспринимают всерьез. Ну, не знаю, там, за что купил, за то и продают. Вот. Но, вообще, да, я думаю, что все-таки, в конечном счете, все сводится к желанию, к цели и к тем смыслам, которые человек черпает на своем рабочем месте. Потому что, если ты приходишь, там, на работу просто, ну, отработать, да, и ради денег, то у тебя получаться не будет. Ты все время на часы выглядываешь, как даже там уже. Да, да, конечно. Всегда задаешься вопросом, зачем я встаю сегодня с утра и куда-то вот... Золотые слова. Друзья, делаем небольшой перерыв и возвращаемся. Будьте с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. У нас в гостях со-директор компании «Эдконсалт» Роман Пивоваров. Продолжаем наше общение. Ром, на сайте читаю о компании «Эдконсалт». Успех в рекламном бизнесе на 80% зависит от команды компании. Встречалась у меня еще, знаешь, какая информация о том, что вообще от продавца 90% зависит успех продажи, там доход компании, 10% только от даже качества, как бы это страшно там не звучало. Вот твое мнение хочется узнать. Ну, 80-90% — это все, конечно, фигуры речи. Да, это все, конечно, фигуры речи. Но я думаю, что в медиабизнесе, в рекламном бизнесе роль человека, роль команды, роль интеллектуальных способностей этой команды, она, конечно, выше, потому что это, на самом деле, вообще единственный актив, который есть у медиабизнеса. Другого просто нет. Потому что все остальное, там, все эти прекрасные микрофоны, там, да, какие-то антенны, фидерные устройства чудесные, там, да, офисы, ну, это все не активы, да. И твой успех зависит от того, что за люди вокруг тебя. Если у тебя, там, нефтяной бизнес, ну, здорово, зависит от месторождений, там, да, вообще есть нефть, 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 и там. Если есть прекрасные люди, но нет нефти, все равно бизнес не получится. Ну, понятно, конечно. Вот, а в интеллектуальном бизнесе все-таки не так, да, и действительно, это ключевая вещь. И то, как ты двигаешь эту команду, то, как ты ее развиваешь, вдохновляешь, мне это слово нравится больше, чем, там, мотивируешь или стимулируешь, от этого зависит тот уровень побед и подвигов, куда тебя твоя команда приведет. Встречалось ли в вашей практике такое, что, допустим, руководитель обращается, некое агентство, приводит свой коллектив, а вы понимаете, ну, команду, пусть там, не знаю, три человека, сколько их вводят, но не хотят, не обучаемо. Или отношение такое, что мы уже все знаем, мы такие, вы прожженные в этом деле, чего нас можете научить вы, Рома, дорогой? Да, конечно, да, такое бывает, конечно. Как в этой ситуации вы поступаете? Это очень видно, что мне кажется, что эти люди заблуждаются как раз, все узнать невозможно, потому что вы непосредственно в этом варитесь, вы отслеживаете каждое новое слово, не знаю, в этой сфере появляющееся. Ну, вообще, такое действительно бывает, да, у нас есть такое понимание, что там 3-5% нашей работы, это так и немножко инъекции в протез, да, то есть такая бессмысленная вещь. Как это такое, процент брака мы его называем внутри себя. Такое происходит, это есть в любом бизнесе, это нормально. Но вообще мы перед началом работы вообще стараемся поговорить с командой заранее, немножко на нее посмотреть, спросить, что как. И если мы чувствуем, что они такие очень скептичные и говорят, нафиг нам это надо, мы стараемся с боссами поговорить о том, а может не надо действительно, да, вот может быть что-то в другом проблема. То есть если твои люди не хотят двигаться вперед, может это с тобой надо разговаривать, да, потому что вообще-то, ну, такая мантра честного руководителя, она, наверное, звучит так, что если мой человек делает не то, что нужно, не то, что я хочу, то, возможно, я либо его не так обучил, либо не то поручил, либо не объяснил, либо неправильно замотивировал, либо не того нанял, либо не вовремя уволил, но, в общем, вопросы к себе. Да, и если команда противится переменам, то, в общем, надо разговаривать с боссами. Конечно, иногда эта попытка поговорить с боссами с головой рыбы, да, скажем так, да, она проваливается, и нам говорят, слушайте, не лезьте в не свое дело, вот там проведите тренинг и валите. Ну, дальше мы уже решаем, насколько мы малодушны, да, там, возьмем мы здесь заказ, чтобы была инъекция в протез, понимая, что этим закончится. Ну, и, честно, отработаем свое время положенное, да. Да, ну, иногда, да, иногда нет. Понимаешь, что результатов не будет, очевидно просто. Стараемся, если есть у нас такая возможность, все-таки этого не делать, потому что, на самом деле, это даже внутренне для себя не очень комфортно. Я скажу так, чисто с бизнес-точки зрения. Если мы понимаем, что мы эти свободные тренинговые дни можем продать другому нашему клиенту, пусть за меньшие деньги, где будет польза, выгода и ценность, мы это сделаем. Если мы понимаем, что этот отказ от работы просто будет означать минус X количества рублей в бюджете компании, то, наверное, мы будем молодушны. Ром, скажи, пожалуйста, среди твоих знакомых, твоих учеников, что допускаю, конечно, есть ли такие люди, которые, условно, могут продать, ну, все, что угодно? Нет, конечно. Нет? Конечно нет. Ну, только вот просто талантливые продавцы. Талантливые продавцы, да. Но все равно, да? Только узкая такая специализация какая-то. Нет, нет. Я, наверное, зацепился за слово «все, что угодно». Да. То есть, ну, все-таки, понимаешь, какая вещь. Ну, скажем, не очень раскрученный, например, бренд какой-то, не знаю, новый магазин какой-то тоже не очень раскрученный. А вот он так умело все расскажет. Все-таки маркетинг, продажа и реклама – это не волшебная палочка. Да, все-таки все начинается с того, нужен ты клиенту, покупателю или нет, да? Я не знаю, как выстроить… Или это уже гипноз называется, по-трограмму. Ну, вот честно скажу, я не знаю, как выстроить рекламную компанию, чтобы продавать пейджеры сейчас. Согласна. Может быть, мы продадим, там, штук 200, да, там, не знаю, МЧС или вот там на радиостанциях часто их применяют, да? Ну, это не массовый бизнес. Музеи какие-то. Музеи, да. Или печатные машинки, да? Ну, наверное, мы можем подумать, там, большое количество кафе, лофтов, используют их в оформлении, ну, продадим пару тысяч. Ну, а дальше что, да? То есть все-таки, наверное, важно признать, что любой маркетинг, любые продажи начинаются с пользы для покупателя. Да, с продукта вообще. Он нужен, то, что ты делаешь. То, что ты это придумал, ты молодец. Да, а удовлетворяется ли какая-то потребность в человеке? Нужно ли ему это вообще? Вот, поэтому, наверное, вот если говорить, да, продадут ли они все, ну, вот, скорее нет. Могут ли они переключаться, там, с рекламы на другие услуги или на товары? Конечно, да, потому что общие принципы демонстрации выгоды, там, презентации продукта, вот это вот все, они достаточно стандартны. Но могут ли они продать все? Ну, нет, это все-таки не так. Ром, существует ли какой-то такой средний возраст, не знаю, благодарного ученика, скажем так, да, или сотрудника рекламного агентства? Если существует, скажи, пожалуйста, ну, словом, там, не знаю, 20, 30, 40, дальше уже сложнее, или не хотят учиться. Возраст — это понятие не биологическое. Возраст — это понятие духовное, мне кажется, да? Вот, то есть количество астрономических лет не так важно. Важно состояние души. Я помню, у нас в Ижевске, на одной тоже из радиостанций медиахолдинга, у меня была участник тренинга, ее звали Белла Яковлевна, и ей тогда было за 60, а это было лет, там, 8 назад. И Белла Яковлевна, да, она все очень точно понимала. Она ходила по рекламодателям с iPad'ом в те, там, годы, да, то есть, правда, это был какой-то полный космос. И она презентовала своим клиентам-рекламодателям услуги своей компании, там, на iPad'е, все детально показывая. И она была настолько молода в душе, что ее 20-летние коллеги, которые говорили, «Ой, все, мы так все устали». Кусалюкти, высливая, как она же делает. Поэтому возраст — это такая история все-таки про состояние души, наверное. Ну, тоже прекрасно, я надеюсь, что кому-то пригодятся эти слова. Завтра у тебя вебинар, посмотрела в расписании. «Как локальному бизнесу разрабатывать УТП для своей рекламы». Тема на сегодняшний день серьезная, но раз делаешь вебинар, наверное, да. Это вебинар для клиентов, наших клиентов. То есть, это вот вебинар, адресованный тем, кто размещает рекламу, да, их рекламщики называют рекламодателей. То есть, это наши клиенты, медиакомпании СМИ, они предлагают своим клиентам, местным парикмахерским, не знаю, медицинским центром, шиномонтажу и так далее, да, они предлагают им поучаствовать в вебинаре по маркетингу в качестве некого подарка. То есть, у нас есть сеть партнеров, и они своим ребятам дарят. Да, для них выгода в том, что они после таких вот обучающих мероприятий для своих клиентов начинают с ними говорить на одном языке. Да, и, конечно, там поиск того уникального сообщения, который ты скажешь, если ты шиномонтаж, да, почему я должен прийти и сделать шину у тебя, он важен. И, опять-таки, сейчас происходит вот этот сдвиг из фокуса на рациональные преимущества, да, там, дешевле и так далее, на некий эмоциональный. Потому что на рынках, на которых все более-менее выстаканивается, у них цена высредняется. Все стоит более-менее одинаковых денег. Все с более-менее одинаковым стандартным качеством. И тогда на первый план выходит в день влюбленных любовь, да? Любовь к бренду, любовь к людям, которые там работают. Тебе просто нравится это кафе. Да, там не лучше кофе. Там такая же атмосфера. Да, может быть, и интерьер тоже не самый-то, вау, какой. Да, да, в общем-то, да. Но там тебе рады. И рады не на уровне, чего изволите там, да, такой выдрессированности. А там тебе рады, говорят, о, привет. И ты начинаешь, у тебя возникает эмоциональная связка и с медицинским центром, и с шиномонтажом, и с кафе, и так далее. И я думаю, что сейчас вот это новое поколение предпринимателей, да, оно это чувствует очень хорошо. Потому что происходит, конечно, смена поколений во владении локальных бизнесов. Да, конечно, конечно. Очень сильная. И там ребята, которые начинали в 90-х, они, конечно, подустали. Это факт. И их ценности, и их философия ведения бизнеса хипстоте не близка. Серьезно. И когда ребята 25-летние, 30-летние запускают свои проекты, они их запускают совсем с другой душой. Правда, к ним то поколение тоже не ходит. Это, в общем, взаимно. Друзья, у нас сейчас музыкальный перерыв. Братья Гримм, послушаем, посмотрим клип «Лелею» и продолжим общаться с Романом Пивоваровым. Будьте с нами. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Компания «Этконсал». Друзья, у нас в гостях со-директора этой компании Роман Пивоваров. Мы продолжаем наш разговор, наше общение. Я вот что хочу спросить, Ром, тебе. Дело в том, что понятно, сейчас такое время, только стоит загуглить, любой поисковик открыть, набрать, как успешно продать рекламу. И мы увидим огромное количество семинаров, огромное количество каких-то приглашений, компаний, контор и так далее, и тому подобное. Понятно, что здравомыслящий человек, наверное, предполагает, что далеко не каждое вот это вот предложение действительно тебе даст что-то необходимое, да, и сталкиваются, может быть, там, ну, с парой-тройкой с каких-то таких, с мошенниками, грубо говоря, сказано, но такой с пустотой, наверное, в поисках то, что действительно может тебе дать по-настоящему. В общем, что я хочу сказать, это консалт, вот, компания, чем она отличается конкретно от остального рынка, да, от всех остальных компаний, которые предлагают, в принципе, те же самые услуги, что и вы. Ну, я думаю, что основное, конечно, отличие заключается в этом узком фокусе, да, то есть вот, я говорю, наши клиенты, это там потенциально 10 тысяч ребят, которые продают рекламу, и все, больше мы ни с кем не работаем, мы не знаем, как продавать недвижимость, мы не проводим тренинги для производственных компаний или там для каких-то бухгалтерских, аудиторских фильмов, мы реально в этом ничего не понимаем. Да, мы там 12 лет знаем, что происходит на медиарынке и работаем с ними. И в этом смысле, наверное, таких компаний, которые бы фокусировались на обучении и развитии только для медиа и только для рекламщиков, вот для этой достаточно узкой ниши, их существенно меньше, их там, наверное, на пальцах одной руки. И мы невероятно ценим их присутствие, наших коллег, наших конкурентов, они заставляют нас двигаться вперед, мы все находимся в одном поле. Вот, и это скорее такой узкий рынок. Если говорить про обучение вообще, там, тренинги вообще, то действительно здесь, в общем, есть кому сказать, и человек довольно быстро, который хочет, знаете, так, как-то транслировать свой образ мира внешнему окружению, да, он начинает считать, что он прекрасный бизнес-тренер, это все вовлекается, и часто это получается достаточно успешно, часто не очень. Ну, в общем, это да, такой рынок не до конца понятный. Я с этим согласен. Я хочу еще вот что у тебя узнать. Я так понимаю, что вы уже знакомы практически со всеми рекламными агентствами, со всеми медиа, со всеми СМИ, ну, в нашей стране уж точно, да? Ну, не со всеми, со многими. Я думаю, что мы работаем где-то процентов с 20-30 всего рынка. Скажи, есть какие-то наиболее продвинутые в этом смысле города? Города. Какие вот в качестве примеров, кого ты можешь сказать, что вот да, вот Тюмень, молодец? Да, наверное, можно так говорить, но я думаю, что здесь эта продвинутость, она будет не только на рекламном рынке, а вообще. То есть если вообще рынок продвинутый, да, то и рекламщики тоже догоняют. Вынуждены, да. Да, или уходят с рынка. Я думаю, что достаточно сильный Урал, конечно, да, вот Екатеринбург и Челябинск, и там, ну, Тюмень формально считается Западная Сибирь, ну, в общем, в двух часах от Еката, в трех-четырех. Вот. И это такой кластер достаточно сильных мозгов. Географическим расположением. Да тут много причин, да. Вообще, я действительно там был в 80, там, сколько, двух или 83 субъектах федерации из там 85, да, и почти не осталось городов свыше 200 тысяч, где я бы не был. И есть разные ощущения, конечно, от страны. Есть, ну, например, есть такой феномен, который называется «Портовые города». Да, то есть там Вадивосток — это особый мир. Мурманск — тоже немножко особый мир. Да, да даже Новороссийск все равно будет, да, немножечко такой вот себе на уме, потому что моряки, потому что долго город был подвержен влиянию внешнего, там, да. Есть там Сибирь и Урал, где люди внутренне, наверное, немножко более раскрепощенные и свободнее, чем наши сограждане в центральной там полосе, потому что просто крепостное право до них не дошло. Эмоции другие. Да, есть Архангельск, где северяне, такие прекрасные люди, они так себя внимательно слушают, покивают головой, покрутят ус и сделают по-своему. Да, тоже, в общем, да, свойства определенных каких-то вещей. Есть рекламные рынки в национальных республиках, в Татарстане, в Башкирии, там, в Тагестане, в Бурятии, где на продаже рекламы, конечно, так или иначе, подвержены определенным, там, семейным влиянием, там, да, каким-то, вот это мой двоюродный брат. Да, там, да, там, да. Конечно, конечно, это всегда есть, да. Конечно, здесь есть некоторые отличия всегда на каждом рынке, но в целом, в целом, все достаточно синхронно. И правила одинаковые, маркетинг одинаковый, невероятно талантливых людей можно найти в любом городе. Очень часто, там, рекламщики, да, наверное, любые владельцы бизнеса говорят, вот, людей нет, все уехали, все, значит, не хотят там ничего делать, какие-то одни лодыри остались, мы их нанимаем, они не работают. Я категорически противник этой точки зрения. Я абсолютно убежден, что в каждом городе есть талантливые люди. Возможно, они не хотят работать именно у вас. Или их талант очень крепко спит, и надо грамотно разбудить его. Я даже, наверное, сказал бы, что есть талантливые люди, которые знают, что они талантливы. Просто очень часто HR-бренд компании, да, то есть ее представление о ней, о том, какой она как работодатель, он таков, что талантливые люди этого города смотрят и говорят, да не дай бог вообще туда пойти работать. Да, это же важная штука. Дело в том, что талантливый человек выбирает себе работодателя. Если ты хочешь, чтобы к тебе приходила талантливая команда, ты должен соответствовать тем требованиям, которые к тебе люди предъявляют. То есть ты можешь сказать, условно, руководителю какому-то, друг, тебе нужно как-то самообразовываться самому. Мы все время в вакансиях пишем, требуются там двоеточие. Но на самом деле это талантливые люди пишут нам, требуется вот такая компания, в которой будет уважаться моя свобода, в которой ко мне будут относиться с почтением, в которой меня будут слышать компания, которая мне даст инструменты для работы, а не просто которая примет меня на работу, скажет, вот тебе там одна винтовка на троих, держи, иди в поля, совершай подвиги. Ну, талантливые люди, они выбирают себе работу. И если ты хочешь привлечь лучшую команду, ты должен свою собственную компанию поменять. Конечно. Друзья, мы прерываемся опять и надолго и пообщаемся. У нас еще Роман Пивоваров ответит на несколько вопросов. Будьте с нами. Друзья, Роман Пивоваров у нас в гостях, в со-директор компании «Эд Консалт». Продолжаем говорить про рекламу, про бизнес, про успех в этом деле, особенно если он касается продажи рекламы, средств массовой информации. Ром, ты не раз за наш эфир, и, кстати, на вашем сайте, ты уже есть эта информация, говоришь о том, что надо уметь меняться, надо уметь меняться, начинать руководителю, соответственно, всю компанию меняться, да, согласно времени. А это значит, что и, в принципе, каждому человеку, абсолютно каждому звену, неважно, какого размера эта компания, да, и, может быть, даже чем больше человек, тем это и сложнее, чтобы все менялись одновременно, и никто не затормаживал. Вот если конкретно поговорить об этих изменениях, то с чего начать прежде всего? Может быть, посмотреть, кому-то стоит меняться, у кого-то и так уже все в порядке, и не надо? Ну, хочется сказать, меняться надо всем все равно, в любом случае. Не знаю, наверное, может быть, кому-то абсолютно комфортно в том мире, в котором он есть, в том состоянии, в котором он есть. Но мне кажется, есть такая, да, вот, расхожая фраза там, и это называют китайским проклятием, что не дай вам Бог жить в эпоху перемен, но почему-то называют это проклятием. Я считаю, что это совершенно отличная вещь. Да, любая эпоха, она эпоха перемен. Просто сейчас она идет быстрее, да, за счет технологии, за счет всего. И, наверное, да, в общем, надо не стоять на месте, и надо двигаться вперед. И здесь, в первую очередь, это история про работу над собой, да, когда вот там Иосифа Бродского спросили, журналисты, скажите, над чем вы сейчас работаете? Он говорит, над собой. вот это вот вещь такая важная. И, наверное, я тут недавно наткнулся на интересную мысль, что часто работа над собой вообще начинается с отказа. Да, мы разговаривали с моим близким другом, таким психологом из моей психологической жизни, Федором Конноровым, и я говорю, слушай, а как вот ты вот думаешь, да, вот как вообще происходят перемены? И он говорит, знаешь, говорит, у нас есть такое представление, что для того, чтобы поменяться, надо что-то приобрести. Ну, вот там, новые знания, да, или там новый опыт, или вот взросление, это набирание нового чего-то. При этом мы очень часто упускаем из виду, что перемены начинаются с потерь. Но не обязательно, может быть, трагичных потерь, а с неких отказов от чего-то, да, с выкладывания вот из карманов на своем жизненном пути каких-то историй, каких-то вещей. Я смотрел на Тедди выступление такого Рикардо Семблера, это совершенно знаменитый бразильский предприниматель, который строит совершенно сумасшедшую компанию, в которой нет правил, там 5 тысяч человек, все приходят, когда хотят, все уходят, когда хотят, никто ни за кем не следит, все построено на тотальном доверии. Это многие рабочие мечты, рабочие мечты. очень интересный дядька вообще, Рикардо Семблер, я, конечно, к нему влюблен абсолютно, смотрю, и он рассказывает в одном своем опыте, что когда ему там исполнялось какое-то количество лет, он вытащил в костер все, что он сделал за это время, какие-то книжки, которые он написал, старые дневники, отчеты, планы на будущее, какие-то записи, списки дел, и сжег все к чертовой матери, потому что понял, что для того, чтобы двигаться вперед, надо немного обнулиться. У каждого, наверное, будут свои инструменты, изменений, перемен, но, наверное, самое страшное, это почувствовать вязкость в ногах, и чувствовать, что у тебя что-то не отпускает, что ты не можешь идти дальше. Наверное, для меня самый большой страх, это страх устаревания, устаревания, не устаревания, а именно устаревания какого-то такого, когда ты понимаешь, что ты превращаешься в такого ворчащего человека, которому не нравится мир вокруг. Все плохо. И поэтому, мне кажется, вообще перемены это путь к счастью. Если ты хочешь быть счастлив в том мире, который тебя окружает, ты должен быть ему синхронен, созвучен. Не значит полностью ему поддаваться, но синхронен и созвучен. И для этого, конечно, надо что-то делать с самим собой. Каждый день, не с понедельника, каждый день, прямо сейчас. Ну а как руководителю, скажи мне, пожалуйста, наблюдать, происходит ли изменение или нет? Как понять? По результатам работы, если есть хорошие результаты, значит, все в порядке, человек не забуксовал на месте. У Сэма Уолтона, который основатель Walmart, этого американского гиганта, у него была такая фраза, что чем бы ты ни обучал людей, через полчаса твои люди будут транслировать своим покупателям ровно те месседжи, которые ты транслируешь им. Все начинается с тебя самого, с руководителя. Ты не можешь заставить их всех меняться, а самому сидеть. Это, конечно, это та культура, которую ты сам инсталируешь в своей команде. Если ты сам работаешь над собой, и команда начинает что-то делать. Если ты сам говоришь, да, это все фигня, то и все начинают немножко потухать. Ром, как тебе кажется, возможно ли такое, ну попробуем сейчас так, теоретически порассуждать, что компания Adconsult когда-нибудь, ну, немножко расширит, раздвинет рамки, и все-таки не только с медиа будет заниматься, но и, возможно, какие-то другие сферы затронет. Возможно, абсолютно все, мы что же меняемся. Что же меняемся, конечно. Это, кстати, да, правда. Ну, молодцы. Я абсолютно в этом уверена, что за все, что вы возьмете, обязательно у вас получится. Я тебя искренне благодарю за то, что ты пришел к нам сегодня, за этот прекрасный, интересный эфир. Я думаю, что нам встречаться почаще, потому что тема широкая, несмотря на то, что ты говоришь, что у вас очень узкое направление, но тем не менее. Друзья, Adconsult, компания, заходите на сайт, смотрите, есть вся интересующая информация. Роман Пивоваров, со-директор компании, был у нас сегодня в гостях. Масса чего интересного, действительно, Ром. И вот я бы пошла к тебе на тренинги. Может, еще и пойду. Потому что, да, я тебе верю, я знаю, что есть чего поучиться, и ты очень интересный собеседник. Есть чего поучиться у всех, и в первую очередь даже у самого себя, не только у нас. Ну, ты классный бизнес-тренер, потому что некоторых посмотришь в интернете, и как-то тоска берет жуткая. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо.